Брайан Бонн, автор крайне неровный, он может писать как гениально, так и посредственно. Та же сага является хорошим примером того и другого. Комикс Уайя The Last Man, даром что выходил в Вертига, был хорошо принят как миром критиков, всё же самую важную премию в мире комиксов просто так несколько раз не дают, так и рядовыми читателями. Потому пора, пора рассказать о последнем мужике, ибо приветствую на канале, это Тим, грядёт экранизация. И боже мой, сколько же Ласт Мэнов существует. И несколько, что вполне логично исходя из названия, происходят в сеттинге посттапа. И Y к исключениям не стал. Вот только есть одно большое но, которое порадует многие левые движения, в той же степени в кое и огорчит. Потому что во всём мире остался один мужик, казалось бы, ура, сёстры, ура, минус пермобаки. Но вот не задача, а именно он, главный герой этой истории. Потому из-за отсутствия других мужиков, типичный посттап, пусть и имеет непривычные нотки в любом случае, остаётся привычным посттапом, с несколько меньшим градусом насилия. Но мир женщин, само собой, не благоухает. И все не прыгают вслед за бабочками во имя мира во всём мире. Чего я не люблю во всех этих посттапах о массовой гибели людей, что привело к изменению всего мира, так это причины. Они почти всегда сосут ввиду отсутствия толкового объяснения. Ну то есть, во всём виноваты учёные, эксперимент вышел из-под контроля, во всём виноваты военные. Или ну вы просто грибы разгулялись. Но есть одна Тиан, с особым грибом в голове. Бред какой-то, да? Игрик исключением не стал. Тут несколько правной степени бритовых теорий с древним проклятием, как было, например, в Сладкоежке. Матерью природой, решившей, что, типо всё, мужик не нужен, ибо есть клон. Женщины вершина человеческой эволюции, а член бесполезный атовизм. Третий вариант. Это военные, чья попытка удара по Китаю нанесла вред всему миру. И ничего из этого не объясняет, почему Йорик выжил. Вариант с военными выглядел бы наиболее логичным. Мол, так уж совпало у героя иммунитет. Бывает. Почему иммунитет и у обезьяны Йорика слишком уж много совпадений. А дело-то в том, что иммунитет у обезьяны, а Йорик просто поел говна. Буквально. То есть, теория с клонами правильная, или... Непонятно. Первый выпуск всегда лицо комикса. Именно он определяет, будет ли хоть кто-нибудь читать дальше. Тут нам показывают, как мужчины предвзято относятся к женщинам. А после жестоко за это расплачиваются смертью. Ну и все, фемкам дальше не читать. Йорик же безработный, безалаберный, без ума влюбленный в свою девушку. Он уж было пытается сделать ей предложение, но начинается массовое спермобаковымирание. И да, само собой, драматичного эффекта ради она говорит нет. Но он уже не слышит. Основное действие стартует два месяца спустя. Йорик встречается с матерью-сенатором. Тут феминитивы не нужны, ибо мужиков нет. И вскоре новая презентесса, или как ее там, назначает агента особой тайной службы по имени 355. В качестве телохранителя и сопроводителя главного героя. Цель врач, которая в первом выпуске рожала свое собственное дитя-клон. И конечно же, ни всяких сомнений, и само собой, бедный, нет, невероятно тупой Йорик. Тут же показывает свое лицо перед сумасшедшими амазонками, которые ненавидят всех мужиков. Эта группировка типичная радфемки. Их мечта сбылась. Никаких спермобаков, ура! Правда, человечество вымрет, но кому не насрать, да? Они настолько двинуты, что следуя легенде об амазонках, отрезают себе грудь, потому что, ну, сиськи мешают из лук стрелять. Так-то это выдумка, но когда логика хоть что-то значила для тупых фемок. Беда в том, что к числу истинных воинок, воинесс, социальной справедливости примкнула и сестра главного героя. Да, уверен, в реальности эти овцы поступали бы примерно так же. Но Йорик, боже, он буквально последний мужик на планете. И рисковать своей жизнью просто так, это невероятный идиотизм. Все равно, что последнему чернокожему в мире приехать в лагерь куклу к склана и сказать, не, ну вы, ребят, так не правы. Что? Но Йорик сделал не только это, он показал себя перед несколькими женами конгрессменов. Потому что дебил, мать главного героя позвонила в Израиль. Теперь жестоко израильская генеральша хочет похитить Йорика, сделать его буком-осеменителем, дабы гордые дочери Израиля были единственной страной с мужиком и захватили мир. Если честно, я читал этот комикс лет 8 назад, и тогда мне все это казалось чем-то нормальным. Ну, боже, как же невероятно всрат сценарий. А почему мать сдала сына? Ну, типа, этим спецагентам доверять нельзя. И вообще, как может американка доверять американцам? Другое дело, евреи, сверх раса. Это не имеет смысла. Она же политика должна понимать, что воинственная еврейка, очевидно, не будет учитывать интересы американского сенатора, ее сына, да и Америки в целом. Но, ведьма, вирус бесконечного идиотизма тоже каким-то образом распространился по миру. Древнее проклятие. Или клоны, приведшие к гибели всех мужиков. Израильские генеральши, мечтающие захватить последнего мужика и покорить мир. Армия ржевешных амазонов. Какой же бред! Причем бред, безвкусный, да нельзя. Герои сваливают с поезда, потому что докторша тупая пизда, ох, если бы только это. А Генжи получает тяжелые ранения, а бедный Йорик попадает в утопичный городок, полный зэчик. И это даже не зэчики из-за оранжевый хит сезона, которые все как один пострадали из-за хуи морозинения. Эти зэчики милые, добрые, воспитанные, истинные леди, что? И когда мазонки настигают героя, потому что, ну, типа, что? Как? Америка, пусть не самая большая страна в мире, все же довольно велика. А не похоже, что глава СЖВ сучек имеет хоть какие-то навыки выслеживания? Ну, просто насрать. Ладно. Но у спецагента должно быть оружие, верно? Чтобы этих амазонок приструнить? Ну, а докторша его брать не стала. Почему? Ну, типа, а вдруг поранится кто? Ахереть не встать. Тут постап, хаос, анархия. Она такая, оружие? Ну, не знаю, разве оно нужно? И это гений, которая сама себя клонировала. Очень прогрессивный комикс, должен я сказать. 100% мужиков в нем, а именно Йорик, клинический идиот. Как и процентов 80 всех женщин. Например, тупая лесба-пиздень сестра. Главного героя убивает девушку, с которой у Йорика было взаимное влечение. И все равно продолжает его обвинять, мол, Пу, пап, тебя любил больше, и вообще вся эта токсичная мускулинность, весь этот патриархат, дайте волю ты меня изнасилуешь и все дырки. И тварь, которая жестокого била несколько человек, не несет никакой ответственности. Потому что, ну, это уже мертвая Радфемка запудрила ей мозги. Ну да, у взрослой бабы своих-то нет. Это блядский постап, в котором убийство последнего мужчины является актом геноцида всего человечества. Ну она же девочка. А, ну тогда ладно. Кстати, агентка тут же влюбляется в Йорика. Почему? Ну, просто не то, чтобы у него был выбор, но это прям любовь-любовь. И ладно бы в более поздних выпусках, но так сразу. За пару дней. Бывает, Брайан, вон, видимо, безнадежный романтик, либо посредственный сценарист. И я склоняюсь к последнему. Но что же это, есть два мужчина-астронавта в космосе. По завершению еврейской арки оказывается, что два мужика пожертвовали собой ради спасения одной женщины. Почему? Зная о том, как все плохо. Потому что они мужики. Ну да, повыебываться, дабы лишить человечества шансы на выживание, вот в такую тупость я могу поверить. Прям точно. Дальше хуже. Вот 355 ведет Йорика с врачихой к бывшему агенту и подруге. Но затемнение. Йорик приходит в себя. Ох, ох. Подруга дамочка БДСМщица и говорит такая. А когда тебя последний раз мужик в жопу драл? Что? По уровню развития эта дамочка Аки Крымлибот. Ибо они часто подобными терминами общаются. Жесть. Она насилует главного героя. Я вообще не понимаю, что происходит. Зачем все это? А, ну это такая интервенция. Что? Кого вправить Йорику мозги, а то он суициднуться хочет? Возможно. Ну да, БДСМ и изнасилование. Это обычное дело, которое позволяет лучше думать. Знаете, а возможно все насильники так себя оправдывают? Не, а че он в короткой юбке ходит-то? Надо изнасиловать, чтоб лучше, чтоб задумывалось. Вдруг что случится опасное? Вдруг изнасилуют? Поэтому надо изнасиловать. А-а-а. Дальше хуже. Появляется отколовшаяся от секретной организации группировка в восточных одеждах, хотя они не мусульманки, это нихера не имеет смысла, конечно же. Они охотятся за амулетом, который якобы вызвал смерть всех мужиков из-за древнего проклятия, о боже. Каким-то волшебным невообразимым образом девушка Йорика, такая была в самом начале, помните? Накаченная австралийскими аборигенками, неизвестно как узнала, что ее возлюбленный жив. И к чести волна тут отношения между Йориком и Бэт показаны, ну неплохо. Можно явно понять и увидеть, что эти двое действительно любят друг друга, но она не хочет быть с ним, а почему она просто так? Моран крепчает еще больше, и вот мы наблюдаем за лезби-страданиями докторши. Агента 355, тоже лезбий, хотя нет, Би, она же в бреду признавалась в любви к Йорику в самом начале. И это вообще не играет никакой роли, просто потому что еврейский генеральша, который вроде бы свои осудили, снова берет власть в свои руки, убивает мать Йорика, потому что, ну понимаете, столица Америки, Белый дом, Конгресс, это же, блядь, проходной двор. Американцы же не помешаны на безопасности, потому в любой момент может прилететь вдруг еврейка в голубом вертолете, и стоп, что? В вертолете? Ну да, в вертолете, но разве топлива хватит? Я, конечно, не специалист, но из Тель-Авива в Вашингтон на вертолете это путь не ближний. Не до магаза за молоком сбегать, а если это заправка, то где и как вообще все это работает, она срать. Еврейка охотится за Йориком, убивает Агеншу в момент признания в любви, но на самом деле все это она делает, дабы суицинуться. Что? Ну да, просто хочет умереть, потому творит всякое дерьмо. Что? И когда Йорик говорит, ну не, я тебя убивать не буду, она говорит, окей, и отзывает израильскую орду, и все, мир-то брошь, бачка. Что? Ах да, я упоминал, что отец докторшей японки шлет ниндзя, дабы своровать волшебную мартышку. Ах, и это шесть премий Айснера. Да, Йорик не последний мужик. И этот доктор не ел обезьяне дерьмо. Он его создал. Ну ладно, он сделал обезьяну особенной. Именно из-за вуст исходит теория, что первый клон убил всех мужиков. Причем первый клон женщина. Если появится первый клон мужчина, он убьет всех женщин, но из финала следует, что все так не работает. И именно он саботировал опыт дочери с рождением клона, почти убил свою дочь. В итоге тоже желая суициднуться. Зачив Йорика за собой, потому что, ну, мужики не нужны. Это же идеальный куколт, настолько ненавидящий мужчин, что готов истребить всех и каждого. Тут подозрительно много мыслей о суициде. Осуждаю, кстати. Я говорил, говорил, что Йорик, чертов Йорик, чье существование раскрыто. Спокойное, без прикрытия, ходит по улицам полным женщин. И никто не обращает на него внимания. Думают, а, баба переодетая, наверное. Но он не выглядит так. И мне и насрать. Обезьяням дерьмом насрать. В последнем выпуске Таймски. Дочь Йорика президента. Сам он встречается со своим клоном, которые уже заполнили землю. И вот только-только наука дошла до того, чтобы создавать иных клонов. В итоге Йорик настояще избегает, и мы его держали под замком из-за попыток суицида. Да, опять. Он спрыгивает с третьего этажа, оказывается в загробном мире с остальными соратниками, но как он увер, если тела нет. А как он выжил, если третий этаж? В смысле, упав с третьего этажа, ты, ну, возможно, не умрешь. Но уйти точно никуда не сможешь. Во всяком случае, не быстро. А насрать. Обезьяньем дерьмом, которое очень толстым слоем размазано по потенциально достойному комиксу. Идея хороша, но реализация, боже. Особенно больно, когда Вон пытается в юмор. Какие-то светлые моменты есть. Последний выпуск, в котором на быстрой перемотке показывают жизнь Йорика, за исключением сомнительного финала, замечательный. Какие-то отдельные выпуски и идеи заслуживают внимания. Но комикс в целом. В никуда ушедшая сюжетная линия Бет, вся сюжетка с заражением и зло еврейской генеральшей. Сомнительно большое количество истории о суициде. Невероятное количество странных решений и до нельзя свежей идеи о том, что все мужики козлы, но и бабы так на стервы, заставляют задуматься, какого черта этот комикс так высоко оценен. Сериал, ну, возможно, будет получше в итоге. Главное, чтоб СЖВшные идеи там не возобладали. Хотя, думаю, амазон их сильно изменят. Иначе все ротфенки в твиттере будут очень долго ныть, но так или иначе. На этом, пожалуй, у меня все. Подписывайтесь на канал и патреон. Спасибо за внимание и пока.